огромный фото привет мои творческие друзья я знаю вы как всегда ждете очередное видео по тонированию и цветокоррекции и я вас уверяю что таких роликов у меня на канале будет еще очень и очень много ну так вот прежде чем приступить к очередному ролику посвященному цвету и обработки я хотел бы заострить ваше внимание на этой теме которую я полностью посвящают тоновым кривым я это делаю для того чтобы расставить все акценты раскрыть все нюансы и не побоюсь даже сказать этого слова секреты тонирования при помощи кривых и этот ролик поможет вам в дальнейшем управлять цветом я даже больше скажу после этого видео вы почувствуете себя богом цвета и обязательно скажете самому себе ну и напишите это комментарии под этим видео а скажите напишите вы следующее только сегодня я прозрел и я совершенно не шучу ведь то что ты сегодня узнаешь тебе никто и никогда до меня не говорил интрига еще какая а сейчас пришло самое время поставить лайк подписаться если ты конечно еще не подписан и репостнуть это видео так как после просмотра тебе совершенно точно будет не до этого потому что ты помчишься пересматривать свои фотографии свой фотоархив и переобрабатывать все свои снимки заново но это еще не все после полученных знаний в этом видео ты поймешь что все твои фотографии даже те которые ты ранее забраковал теперь ты можешь их вытащить на белый свет из дальнего ящика и обработать при помощи кривых и ты сам увидишь и поймешь что плохих фотографий не бывает необходимо просто каждой фотографии подобрать нужный ключик золотой ключик который спрятан не в коморке папы карла за нарисованным на холсте очагом этот золотой ключик находится всегда у тебя под рукой на телефоне или на компьютере это совсем не важно он спрятан в тоновой кривой и настало время сдуть с него пыль с этого инструмента отбросить все лишние опасения повысить боевой настрой и мы приступаем творить чудеса при помощи кривых первое с чего мы начнем это с понимания необходимости тонирование кривыми многие из вас скажут что ведь то же самое что делают кривые можно сделать и с другим более простым инструментом это раздельное сплит тонирование которым вы отдельно настраиваете тональность и насыщенность светлых и темных участков изображения не друзья мои тонирование кривыми и раздельное тонирование это хоть и похожие инструменты но они устроены абсолютно по-разному в чем же разница итак друзья я открыл один и тот же снимок в разных окнах абсолютно все настройки здесь одинаковые за исключением тонирование снимок который слева я затонировал инструментом раздельное тонирование снимок который справа я затонировал кривыми при этом абсолютно не трогая раздельное тонирование давайте проанализируем обе эти фотографии и да друзья мои фотографию не только нужно уметь обрабатывать фотографии нужно еще уметь читать но мы тоже об этом с вами как-нибудь обязательно поговорим я специально подобрал фотографию с наименьшим количеством цвета для того чтобы мы видели только лишь тонирование обращаем внимание на три вещи это самые темные участки которые практически черные средние и светлые участки давайте перейдем взор на левый снимок для показательного сравнения подойдет вот эта вот интересная полоска между тротуарной плиткой и асфальтом и на левом снимке в этой теневой зоне я с вами вижу все тот же циан который я применял в раздельном тонировании но если мы переместим наш взгляд на правый снимок то в этой же зоне мы увидим более глубокую тональность здесь не только ценовые оттенки вы обратите внимание это теневая зона наиболее интересная нашему взгляду она более объемная более глубокая а все потому что я здесь замешал разные цвета я здесь смешал циан фиолетовый и добавил немного синего вот на этом участке мы с вами видим глубокий красивый цвет в которой я намешал всего разного и вот тут же слева переход идет на такой легкий циан такую же закономерность вы увидите и на других самых темных участках изображения давайте перейдем к средним тонам переводим взгляд на левую фотографию и смотрим на небо здесь как раз самые показательные средние тона для сравнения и здесь мы также с вами видим что что здесь такой же легкий циан который покрыл все средние тона изображения но если мы отдельно будем сравнивать по участкам левое изображение правое изображение то давайте просто посмотрим вот этот участок изображения здесь он циановый вот здесь он немного желтоватый такой теплый дальше здесь слева у меня все тот же циан вот здесь нейтральный серый цвет и посмотрим на самую кромку на самую верхнюю часть изображения здесь все тот же циан только который краю потерял свою насыщенность здесь же более заметен такой плавный переход от серых нейтральных оттенков к циановому вот такая легкая еле заметная полоски теперь давайте посмотрим самые светлые участки изображения в данном случае это колонны и небольшой участок на небе и так колонны на левом изображении они холодные и в тенях находится также циановые оттенки посмотрим на правое изображение справа колонны более теплые они имеют легкий намек на такие бежевые оттенки теперь смотрим на светлую полоску в небе здесь она просто светлая не имеет практически никакого цвета цвет нейтральный и здесь елей легкий заметный аквамарин также на изображении слева можно заметить на тротуарной плитке такой грязный коричневый цвет на снимке же справа он приобретает более интересные такие фиолетовые шоколадные оттенки да конечно же на первый взгляд снимки кажутся абсолютно одинаковый но если присмотреться то разница просто огромная и за счет этой разницы левое изображение она кажется как бы плоским здесь практически нет теней но правое изображение за счет того что она более контрастная именно более контрастная по цвету здесь больше различных полутонов она смотрится более объемным более интересным я более чем уверен что вариант тонирования кривыми однозначно выигрывает перед тем вариантом который обработан инструментом раздельное тонирование теперь друзья когда мы с вами определили что тонирование кривыми гораздо интереснее более глубоко затрагивает цвета особенно самые темные и средние темные тона дает более объемную контрастную передачу оттенков и самих этих оттенков гораздо больше чем в раздельном тонирование мы смело можем сделать вывод что лучше тонировать кривыми это и есть основной инструмент при помощи которого мы передаем цвет нашему зрителю инструмент раздельное тонирование конечно не стоит сбрасывать со счетов его можно использовать для усиления такой легкой отдушки после основного тонирования кривыми следующая серьезная деталь необходимые для правильной цветокоррекции о которой я хотел бы рассказать этот цветовой круг у меня уже выходили видео посвященные цветовому кругу и различным цветовым схемам и как вы знаете цветовые схемы играют важную роль восприятие человеческим взглядом изображения которую он разглядывает и на котором он может задержать взгляд если моет изображение интересно или пройти мимо пролистнуть если это изображение не нравится не цепляет и мы уже рассматривали с вами что цветовым кругом и тона пользуются мультипликаторы в голливуде но сейчас я не буду рассказывать эти нюансы так как эту тему я подробно затрагивал в другом видео и так существует цветовой круг при помощи которого выбирается цветовая схема так как определенное сочетание цветов имеет большее влияние на зрителя чем просто цветная картинка наиболее интересными для зрителя считают комплементарные пары при котором в изображении участвуют два основных противоположных цвета например синий и оранжевый а другие цвета которые попали в цветовую схему нет их не обязательно делать с нулевой насыщенностью как правило их насыщенность просто понижается до уровня еле заметного чтобы цвет остался цветом но в то же время слабая насыщенность этого цвета не давала зрителю видеть этот цвет как участника сюжета вашего кадра сейчас я приведу пример на фотографии слева вы видите изображение давайте мы опишем что мы с вами видим улица раскинутые ветви дерева стена из плюща и на фоне этой яркой зелени идут люди что главное на этом снимке что выделяется бросается в глаза зелень дерева и плющ они как бы выходят на первый план за счет своей насыщенности яркости зеленого цвета а как вы считаете это правильно вы абсолютно правы конечно же нет ведь на этом снимке все-таки главные люди для сравнения посмотрим другой снимок это тот же самый снимок только цвет зелени я приглушил и давайте сравним снимок слева и снимок справа мы видим с вами что снимок справа намного гармоничнее при этом зеленый цвет несмотря на то что он сильно приглушен мы по-прежнему с вами воспринимаем зеленым цветом почему же зеленый цвет на снимке слева забирает на себя все внимание все очень просто во первых он занимает на снимке ну порядка 40 процентов от общего изображения если мы представим что мы положили все цвета на весы он просто перевешивает все остальные цвета на этом снимке помимо этого зеленый цвет это тяжелый цвет в плане подбора ему напарников комплементарной паре и давайте мы с вами сформируем ключевые правила цветокоррекции и так первое правило изображение воспринимается лучше если в цветовой схеме используется комплементарная пара то есть два противоположных цвета силы orange например второе правило цвета не участвующие в цветовой схеме не должны иметь большой вес они должны быть приглушены до еле заметных теперь наверняка вы спросите меня а при чем тут цветовой круг и два правила которые я только что назвал и как все это связано с обработкой изображения все по порядку друзья мои первое правило как получить комплементарную пару ведь на нашем изображении такое изобилие различных цветов друзья мои в основу цветокоррекции в панели hsl заложен цветовой круг а прямые hsl это не что иное как круг который разрезали на кусочки выпрямили и выложили в виде инструмента hsl color и при помощи ползунков тональности мы можем с вами смешивать эти цвета придавая тому или иному цвету хоть и разные оттенки но близкие по соседству так например желтый цвет мы можем увести в сторону оранжевого красный в сторону оранжевого и у нас в изображении останутся все по-прежнему по восприятию и желтый красный цвет и оранжевый но мы их сблизим поместим немного ближе по соседству чем они стоят в круге первоначально сведем фактически почти до единого цвета и все это делается для того чтобы все оттенки собрать как бы в одну кучку и таким образом получить и противоположный цвет именно так у нас с вами получается комплементарная пара именно она человеческому глазу намного приятнее чем калейдоскоп состоящий из различных цветов и так теперь мы с вами знаем что панель hsl это не что иное как цветовой круг и знаем как получить комплементарную пару и теперь перейдем к правилу 2 это приглушение отдельных цветов мы конечно же при помощи инструмента hsl тональность получим комплементарные цвета приблизим их друг другу а при помощи инструмента это живо hsl насыщенность и яркость приглушим те цвета которые мы свою схему в свою пару принимать не хотим и таким образом мы с вами получим в принципе уже интересную картинку но наша тема сегодня это кривые и вот мы подошли к самому главному тоновой кривой тоновая кривая состоит из трех цветных каналов красного зеленого и синего и одного общего канала который называется rgb и в котором смешаны все эти три цветных канала вкратце обр джи би за счет изменения положения линии и придания ей формы с-образной кривой мы можем повышать контрастность изображения но в отличие от плазунка контрастности при помощи кривой мы можем воздействовать на различные световые участки с большей или меньшей степенью получая таким образом локальную контрастность в отдельных участках тени мы можем сделать объемными за счет того что при поднимем точку черного светлые сделать приглушенными как в кино опустив точку белого отдельно можем поработать со средними участками и чем больше точек мы поставим на этой кривой тем тоньше и ювелирнее мы сможем проработать локальный контраст но если с кривой rgb все более-менее понятно даже новичкам то кривые в отдельных цветных каналах это что-то таинственное и даже непонятное да друзья именно так и было до этого момента и сейчас мы с вами переходим к самому главному ради чего была такая длинная прелюдия и так то новая кривая и так давайте мы с вами откроем вот такое замечательное изображение с видом на москву если кто не знает это пешеходная дорожка парка зарядье который находится в самом центре москвы и отсюда открывается очень прекрасный вид будете в москве обязательно посетите это место там однозначно есть что пофотографировать ну а мы с вами переходим каналом перед нами raw файл который не имеет никаких настроек это рабочее изображение и давайте я открою первый канал который у нас красный и так я зацеплюсь за центр прямой и сделаю из нее вот такую выпуклую кривую и как мы видим с вами изображение приняла красные оттенки а теперь давайте сделаем то же самое только потянем вниз и мы с вами получаем зеленые оттенки зеленый цвет вот тот его спектр который расположен рядом с аквамарином а как вы думаете чем руководствовали специалисты компании adobe при разработке этого инструмента давайте посмотрим на цветовой круг adobe color и разместим красный и холодный зеленый на этом круге и что мы с вами увидим комплементарная пара да не может быть интересно смотрим другой канал и так зеленый канал выгибаю линию вверх зеленый цвет только уже более теплый в отличие от предыдущей версии теперь изгибаю вниз фиолетовый размещаем эти цвета на цветовом круге adobe снова комплементарная пара неужели случайно смотрим дальше открываем синий канал выгибаю вверх изображение становится синим сгибаю вниз и получаю желтый цвет смотрим цветовой круг и снова комплементарная пара но теперь уже понятно что все это неспроста но почему именно три канала и именно эти три цвета тоже все очень просто красный зеленый синий то есть rgb red green blue основные цвета и при различном их смешивании из этих цветов можно получить другие цвета желтый получается при смешивании красного и зеленого аквамарин если смешать зеленый и синий малиновый если смешать красный и фиолетовый и так далее а теперь представим на минуточку что при смешивании красок мы как колористы строительном супермаркете смешиваем краски не в одинаковой пропорции а например возьмем 40 процентов аквамарина добавим 10 процентов зеленого 5 процентов фиолетового цвета 20 процентов красного и 25 процентов синего что получится получится красивый глубокий циановый цвет которым можно разглядеть нотки синего красного а фиолетовый даст коричневую отдушку а что же будет если мы каждый раз будем с вами менять эти пропорции вы угадали друзья мои мы каждый раз будем получать новый цвет новые свежие оттенки дополнительные цвета и и это чудо которое можно сделать своими руками но как пока не понятно вот мы с вами подошли к заключительному этапу а именно практическому применению той теории о которой я только что рассказал и теперь предлагаю пересесть за компьютер и продолжить уже предметно на практике осваивать цветокоррекцию при помощи тоновой кривой обрабатывать мы с вами будем друзья вот эту фотографию моя комплементарная пара которую я выбрал и которая мне нравится в последнее время наибольше всего выглядит вот таким вот образом и такие легкие циановые оттенки они могут быть светлые они могут быть темные это неважно и напротив на них находятся оранжевые оттенки и так будем действовать в хронологическом порядке обработку фотографии лучше всего делать следующим образом первое что мы делаем это конечно же базовые настройки но не забывайте перед этим про коррекцию профиля объектива и устранение хроматических аберраций и так переходим к базовым настройкам нам нужно создать с вами нейтральное изображение убрать все лишние цвета и подготовить некий базис для дальнейшего тонирования и так первым делом что делаю я как обычно это света убираю либо полностью влево если это светло ну либо на 80 на 90 если погода вот такая вот пасмурная тени можно немного приподнять точку белого тоже убираем влево все это мы делаем для того чтобы убрать лишнее свечение белого цвета точку черного пока не трогаем мы к этим настройкам вернемся чуть чуть попозже когда будем работать 100 новой кривой поднимем немножко текстурку на 10 добавим немного четкости насыщенность уберем влево где-то примерно на минус 25 на 30 а сочность наоборот поднимем дальше переходим с вами в панели чисел как я вам говорил немного ранее сейчас мы с вами соберем желтый оранжевый красные цвета в одну кучку а холодные цвета синий зеленый и так далее в другую кучку и так красный я тяну в сторону оранжевого оранжевый в сторону красного и желтый в сторону оранжевого теперь зеленый давайте сделаем его в этом случае теплым уведем в сторону желтого также подтянем к этому сегменту теперь холодные цвета которых здесь практически нету и мы это с вами будем далее компенсировать тонированием так как в марин я увожу вправо синие влево пурпурного здесь практически нет но тем не менее мы готовим платформу для нашей дальнейшей обработки а манженту подвинем вправо к более теплым красным оттенком так теперь насыщенность красный немножко сделаем послабее здесь и так красных оранжевых желтых очень много они перевешивают у нас холодные оттенки поэтому мы будем немного убавлять оранжевый тоже немного убавим желтую баем посильнее и вот как видите сразу фотография становится почище вот смотрите видите а убирая желтый мы убираем все грязные оттенки в средних тонах зеленый прижмем давайте посильнее аквамарин вот тут у нас есть синий немного давайте мы его оставим пурпурный маджента полностью уберем влево яркость красный можно сделать немного поярче оранжевый чуть-чуть потемнее желтый посветлее зеленый не трогаем аквамарин потемнее синий потемнее пурпурный маджента не трогаем раздельные тонирование нам здесь не нужно мы закрываем итак мы с вами подготовили почву для дальнейшего тонирования и как я уже говорил у меня здесь много оранжевого цвета но совсем мало синего осени как вы помните я намеревался сделать немного циановым чтобы изображение не выглядела банальным и теперь мега звезда нашего сегодняшнего шоу это тональная кривая итак открываем сразу красный канал а теперь внимание друзья мои самый главный лайфхак для вас на сегодня кто давно смотрит мои видео по цветокоррекции обратили внимание что практически ни одна моя обработка не обходится бестоновой кривой а когда я работаю с кривой я всегда обращаю внимание что малейшее движение в кривой способна очень сильно и кардинально поменять цвет изображения я при работе с кривой обычно говорю вам двигаем на совсем маленькое муле пусечное значение но как мне удается это ведь смотрите когда я двигаю кривую она мотыляется как шланг с водой который вырвался из рук а теперь внимание я двигаю кривую при зажатой кнопки альф но давайте по порядку я зажимаю и удерживаю кнопку а теперь ставлю ключевые точки и только благодаря удерживанию кнопки alt я четко попадаю в нужное место кривая при этом сохраняет свое первоначальное значение вы уже там тренируетесь молодцы я вижу у вас отлично все получается теперь делаем s-образную кривую пока не обращая внимание на саму тональность нам нужно подготовить почву для дальнейшей обработки сгибаем вот таким вот образом и друзья когда вы будете работать с кривой есть еще одна кнопка если вы будете удерживать кнопочку shift и то ваша . будет двигаться строго по вертикали она не будет уезжать ни влево ни вправо тоже используйте это при работе с кривой и так в красном канале мы наложили s-образную кривую и как мы видим сразу мы получили комплементарную пару в тенях мы получили вот такие вот сине-зеленые оттенки а в цветах получили красненький цвет переходим следующий канал зеленый нажимаю удерживаю кнопку alt кликаю на ключевые точки теперь также удерживаю кнопку alt делаю s-образную кривую примерно на то же расстояние которое у нас было при работе с красным каналом теперь переходим в синий канал и делаем то же самое удерживаю alt ставлю точки и делаю s-образную кривую ну как вам результат практически на пустой фотографии на которой не было цвета мы моментально получили и красивое циановое небо и темный красивый асфальт и вместо желтого красивый желто-оранжевый цвет такси и что привело нас к этому результату все очень просто теперь у нас по три цвета и в светлых участках и в темных участках светлых мы смешали с вами красный зеленый и желтый точнее желто-оранжевый а в тенях у нас тоже три цвета циан это когда зеленый рядом с аквамарином фиолетовый и синий после применения сообразной кривой во всех цветных каналах происходит усиление контраста изображения и повышение цветового контраста и теперь самое время выровнять контраст за счет кривой rgb здесь мы также можем очень качественно проработать локальный контраст нажимая и удерживая кнопку alt итак переходим в канал rgb удерживаю кнопку alt ставлю также ключевые точки точку белого опускаю вниз точку черного приподнимаем в средних тонах немного опускаю и виду того что мы сейчас потеряли информацию в самых темных участках изображения мы с вами просто навсего снизим немного контрастность ну где-то минус 20 минус 30 и поднимем точку черного теперь самое время поработать с тенями сейчас не спешите делать какие-то выводы и это еще не все сейчас мы с вами создали модель для обработки и в принципе вот из этих вот настроек можно создать уже рабочий прессе заготовку или различные прессе ты под разные условия чтобы потом на следующих снимках заниматься только корректировкой кривых с небольшой корректировкой может быть баланса белого и базовых настроек прессе ты ли прессе ты вы сделаете сами этого делать умеете каждый под свои цели под свои задачи под свои снимки и цветовые схемы я на этом задерживаться не буду переходим к окончательной обработке цветокоррекции первым делом выровняем цвет светлых участках заходим в каждый канал и регулируем верхний изгиб кривой для этого удерживаем alt двигаем немного вверх вниз также как вы помните вы можете делать это шифтом и работая кнопками и мышкой вы осуществляете тонировку в самых светлых участках изображения и соответственно смотрите именно на них светлые я затонировал меня это устраивает несмотря на такую плоскую и сперва вроде бы пасмурную некрасивую картинку я на небе получил достаточно интересные оттенки но при этом светлые участки остались реалистичными и в них отсутствуют какие-то паразитные цвета никакой цвет не превалируют над другими перемешав цвета в светлых участках я в принципе создал такой ну как мне кажется для меня идеальный баланс теперь делаем то же самое что и в цветах только теперь наша задача получить нужный искомый тон в тенях и здесь как вы поняли уже также существует такое положение вот как сейчас который создает в принципе нейтральный цвет он глубокий да он стал более контрастный но цвет в тенях мы увидим по асфальту он такой сейчас нейтральный красивый черно-белый цвет и теперь также действуем по порядку первым делом открываем красный канал удерживаю alt и теперь работаем только вот с этой точкой опуская вниз у меня все темные участки заливаются легким еле заметным цианом перехожу в зеленые теперь я сюда могу добавить фиолетового немного и убавить кнопка alt в этом случае просто палочка-выручалочка и синий цвет также мы можем точку черного например в синих приподнять и получить самых темных участках немного больше синего если в тени нам необходимо добавить фиолетовых оттенков мы соответственно вот эту самую нижнюю точку в зеленом канале двигаем немного вправо так как именно здесь содержится фиолетовый цвет ну и соответственно красный также можно создавать дополнительные точки удерживая кнопку alt добавляем точки и регулируем отдельно уже более светлые участки или более темные не забываем конечно же про баланс белого как вы знаете он кардинально может поменять цвет нашего изображения я сделаю немного похолоднее про оттенок тоже не забываем здесь можно добавить немного зеленого или фиолетового баланс белого это очень важный инструмент вот эти два ползунка могут изменить ваша фото до неузнаваемости как улучшить его так и ухудшить но и теперь окончательным этапом можно конечно немного добавить раздельного тонирования например сделать немного потеплее света совсем чуть-чуть и усилить немного тени осталось добавить виньетку и теперь открываем исходник и обработанную фотографию ну как вам результат друзья мои я вам показал базовую коррекцию вы теперь знаете весь смысл тоновой кривой как и управлять и как управлять цветом в изображении чтобы получить эффектные красивые фотографии с этого момента вы сможете получить те цвета которые захотите и теперь для вас не существует никаких преград вы с легкостью сможете обработать абсолютно любую фотографию а теперь вперед мои друзья разгребать архивы и практиковаться практиковаться и еще раз практиковаться на этом все не забывайте написать комментарии под видео ну конечно ставьте лайки делайте репосты так вы помогаете развитию канала если не подписаны то обязательно подпишитесь чтобы не пропускать новые полезные видео по съемке обработки фотографий удачного вам и легкого украшения цвета и света до новой встречи всем пока берегите себя